вами на всем привет сейчас мы прям вот подъезжаем практически сию секундочку в новый салон с очень заманчивым названием которое нам обещает потрясающий результат но давайте проверим никаких проверок мастера у меня нет я еду в полном нюдике как позовут алена какой-то яркий макияжик хотя но вечерний может даже с каким-то цветом если нет то просто как яркий такой насыщенный у вас даже красненько тратить блеском ну то есть акцент делаем на блеск ну вот просто из цветных вот я вижу чтобы не хотелось какой-то что-то вот какой-то яркий изюм чтобы праздничного а вот так я буду здесь постоянно все нюдовые просят поэтому я уже вы знаете на релакс приношу только нюдовые то что никто вот вы 1 2 полтора года кто что ярко ну вот просталась тут как раз вот розовые блестки можно они под волосы подойдут не только ярко больше ничего не хотите но и мне хотелось до ярко что-нибудь такое интересное а это солнцезащита наверное такая знаете она маслянистая сосудики до сосудики лазер есть это что до 100 раз приходить они возвращаются потом но вы знаете они возвращаются как если родите сами это тоже у нас идет воздействие нервы ваши а это чем мы протерли пока хлоргексидин это чтобы все бациллы убить да убираю пока еще посмотрю у меня просто такая кожа чувствительная и я боялась что покраснеть но вроде нет да хорошо но хлоргексидин нет хлоргексидин наоборот успокаивает тогда вам эти нельзя делать никакие тоники ничего вам не надо делать да вы что ну вот это вот покраснеть не дает тоники конечно они же со спиртовыми идут а вот оно что а это не за это здесь было мало спирт получите же больше все таки у нас хлор хора хора больше не хлора больше здесь больше у нас успокаивает а первый раз не не первым но все же по-разному делать у косметологов какие-то свои особенности но вы же понимаете мы это любительское вы же не гора ведь и всем поехали правильно ребят кто не знает сейчас можно приобрести мою косметичку красоты с очень классным наполнением по выгодной цене но и просто среди всех подписчиков телеграм-канала скоро разыграю вот такой потрясный набор для ухода за кожей от green мэй в наборе будет соль с лавандой мицеллярная вода пенка для умывания пектиновый мусс тоник с гиалуроновой кислотой крем сыворотка для тела шампунь и кондиционер несмываемые сыворотки для волос альгинатные маски гидрогелевая маска арома свечка и очистка для кожи гель сыворотка натуральный дезодорант спрей гидролат сыворотка с витамином c и ультра увлажняющий крем до лица для участия достаточно просто подписаться на мой телеграм-канал ссылка в описании и ждать поста с розыгрышей но у вас наверно больше акцент чтобы не навредить кожи абсолютно щадящие все поэтому здесь больше увлажняющие компоненты у нас солнцезащитная станалка смешивается у нас то есть вот солнцезащитные у нас идут станалками идут а вот они больше идут увлажняющие если вы знакомы то есть я здесь больше делаю чтобы у вас для кожи кожа была спокойная супер я так и хочу у меня видите какая чувствительная чушь что красная сосудистая поэтому у вас такая чувствительная кожа сосудистая у вас если сейчас вы видите а вот прям очень жирного блеска нету абсолютно помогло получать конечно протирайте каждый день хлоркикс да протирайте конечно но если вы больше любительница жирного чего-то да например лица да но я больше вам рекомендую больше увлажни увлажнение что-то там например вот такие вот увлажнители давайте сходку и покупайте вот они увлажняют очень хорошие да они очень хорошие а еще что советуете вот именно таким профессиональным взглядом просмотологом я вам посоветую вот такой солнцезащитный крема который это у нас идет с тоналкой это идет у нас без тонального эффекта но они все успокаиваются это все профессионально тоналки разного фирмой но там у нас все все но все такое брендовое смотря что брендовое ну вот там вот эти вот это брендовое конечно они конечно профессионально все профессионально обязательно ясно потеночек вот такой розовый да будем просто нюд но цвета тут классно что яркие деко они тоже все всякие это для чего это вы наносите на веки чтобы у вас ничего не текло это как но чтоб не потели нет чтобы у вас ничего не текло веки у вас на эти краски вы сейчас что-то проверяете да нет хочу по вашим советам потом пройтись потому что косметологом я не хожу и поэтому мне ко все что вы скажете очень важно нужно проверять все чисто спасибо по поводу этого вообще не переживайте моя работа это радует может не будем делать макияж почему не знаю не будем будем вы уверены почему спрашиваете не знаю что вы постоянно акцент делаете на покраснение я говорю главное чтобы не на крысе вообще не должно и правда честно почему давно краснеть это увлажнение одно из самых лучших я не знаю честно может у вас на тоналке какие-то специально аллергическая реакция нет не просто кожа вот на шее видно что краснеет поэтому я и говорю то она склонна к покраснениям кожа у вас хорошая на лице может быть у вас на что-то аллергия есть да нет вроде что-то сдавали анализы проверяли ну что возможно сезонная у вас нет аллергии но так красивенько да мне кажется даже немножко выравнивается цель для взрыва до эти две компоненты они выравнивают цвет лица но да что проверить что бугров нет каких-то нами не не чтобы вы видели как у вас будет там то есть этого что но то ну вроде похоже на да давайте на ваше усмотрение я хочу чтобы вы остались довольны даже ничего лишнего не добавлено подходит супер думаю может все таки какую-нибудь фотку найти вот с такими блесточками чтобы понять на результат был вы понимаете что я вам все сделаю в конце блестки я вам надо добавлю блестки и по-любому вы хотите запечатлю так просто будет примерно лицо там вот с каким-то макияжиком с блестками на кожу шикарные . хорошие хорошо да а получается где волосы вот он до прокрашиваем если вы следите вы знаете что это все корректирует да 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 но и так лицо как будто худее да получается вот мне так и хочется мне кажется мы в конце с вами этот сделаем из вас ким кардашан как вы сказали давайте но вы же понимаете у нее еще и уколи то и скулы то важно не уколи то вас свое красивое все у нее же все сделано ким кардашан она очень красиво попу сделала это ни для кого не секрет то есть это же не от природы у нее такая попа у нее сделано попа красиво у него грудь тела но очень красиво она губы очень красиво аккуратно делает а стоимость вот такого макияжа сколько будет 3000 у нас попросил никуда не выходим от пресса так на меня смотрите их снимаете да но смотрю с вашей зеркало нету есть я же вам дала зеркало посмотрите пожалуйста выключите огромное так потом мешает он вам и просто я не понимаю почему вы снимаете но если я хочу как макияжик это делать все наблюдать комментировать походу может какие-нибудь пожелания мне будут в конце но в процессе в конце уже поздно когда все готово главное вам не нравится не важно главное вам что понравилось хорошо хорошо нет не то что не важно важно вы видите в чем я делаю и как я делаю и главное что это соответствует вашим пожеланиям вот я и ты ладно хорошо фиксируем это все переходим добавить хорошо по румяну есть такая могу румяну сделать смотрите вот такую мы чередуем могу сделать у нас вот такой если хотите могу темно не добавить просто вот так как красиво было я даме за руку мне чтобы это красиво был сейчас все нравится вроде да вроде да нет но пока просто еще мы только но глаза не начали сложно судить почему-то он лица не нравится я в конце скажу но я уже и так знаю какой вы скажете в принципе какой ну не знаю посмотрите говорите вы знаете не скажу потом если совпадет у нас с вами это будет шикарно у вкуса нет друзья это кончик носа тоже да хотите но не подчеркнуть я понимаю что вы у многих пробуете свое ищите наверно да еще да могу да скажите мне пожалуйста печатаем лица или вы что-то хотите поменять сутка печатаем то есть финишная я вам делаю чтобы ничего не тепло держалась или вам что-то не нравится добрый а если но потом уже не будет дороги назад переделывать нет то есть она прям намертво принято не намертво просто во первых по времени во вторых значит я не тот мастер который может удовлетворить вашу просьбу какую просьбу если вот например вы скажете мне не нравится соответственно ну а что я могу еще сделать это моя работа но нет все нормально точно но пока до фиксируем давайте стрелочку сделаем тоже я стрелку не умею к сожалению достать совсем что я не рисую стрелки к сожалению поэтому я говорю вам не спросили у вас что хотите поэтому обычно как делать макияж без времени не я сразу предупреждаю я стараюсь числа на записи вести такие там я к сожалению я не рисую стрелочки но не умею я это делать я себя не заставляю это делать но вас просто макияж 3000 стоит но обычным по москве какого визажиста большинства 3000 но если это не супер салон какой-то прям люкс не знаю всех по-разному стать нет я рис стрелки не рисую опять-таки говорю я не умею это делать а вы не пробовали учиться я пробовала на это не мое я себе могу рисовать стрелки клиентам не могу рисовать нет кривое получается не особо кривые получается но я не люблю рисовать так надо подумать а как что тогда мне нарисуем глазки как тогда глазки накрасим но вы тогда сделайте как обычно вы рисуете а там уже нет я стрелки рисовать не буду это я заранее понежно не буду рисовать стрелки но если это у меня не получать будет некрасиво зачем мне это делать портить но так-то да но игру как обычно вы тогда делать я работаю без стрелок я поняла как обычно это в основном я просто и говорю на здесь база больше нюдовый просит вам нужно было на самом деле спросить делает ли ваш мастер это делает ли ваш мастер то нет тогда до свидания но по вашим уже съемкам я понимаю что вам вообще ничего не нравится ничего не соответствует на вашей просьбе но понимаете кроме косметологии я все-таки еще психолог знаете я же заканчивала нет университет все-таки прежде чем дойти до чего-то поэтому если вам не нравится пожалуйста есть многие салоны где делают то что вы просите мне не говорила что мне не нравится я вижу по съемкам тоже я вижу вам не нравится там за вопросы задаете если вы часто ходите куда-то делаете вы знаете что это все ходовое все абсолютно университета столах все это все это вот эти все лежат у всех надо прекратить да нет я не говорила же что мне не нравится я не хочу меня на самом деле сейчас три укола подряд у меня сейчас уходовый терапия не хочу вот портить это все я вижу по вам что вам это не нравится с чего взяли честно я все это вижу поэтому у меня уже просто назначен макияж давайте закончим я не смогу сделать то что вы хотите но если я ни с чем уйду вы ни с чем не уходите вы уходите уже с шикарным планом лица выровнена давайте закончим то что вы умеете потому что у меня уже не получится честно у меня уже реально ничего не получится но сделайте как обычно вы делаете нет оплата ничего не нужна пусть от меня вам как от косметолога мне больше подарки не нужны спасибо но я уже просто записалась у меня мероприятие у вас осталось только сделать глазки на давайте сдаде вам тогда нет честно я не смогу доделать что не сможете я уже вижу что вы настроены на то что все некрасиво я сижу молчу смысл я же чувствую а постоянно вы первый клиент который все снимает я же знаю я же тоже подписанная же тоже смотри для чего люди снимают что это делать эти вопросы задают вы прекрасно знаете что какая фирма люксовые не люксовые салоны не салоны нет вы не обижайтесь на смотрите у меня есть запись я не говорила что мне не нравится если вы стрелки не умеете делать можно но я вам говорю сделайте ваш обычный макияж закончили после мне кажется так некрасиво клиент записался вы считаете что просто вы потому с каким он лицом сидит вычислили что ему не нравится и на середине бросаете его выгонять что это мое дело нет а во-первых когда снимаете нужно разрешение еще человека который это все вам где почему она это же не но это же неправильно тоже поймите все вам делается аккуратно чисто если я же чувствую я не смогу продолжить и ладно как то вы можете мне тогда письменный отказ написать я ничего не могу написать как вот я пришла по записи на услугу которая у вас в россии но сделайте так чтобы нравилось хорошо не могу сделать то что сделайте как можете тогда вам это не нравится я же это вижу они сделайте как лица и вы уйдете и вот так вот нравится о его там гриба руки не знаю что я не хочу ну вот так вы думаете нормально клиента отпускать которые пришел по записи клиент который я на снимает постоянно вы недовольны я это чувствую пожалуйста и во всех клиентов которым что-то не нравится вы предпочитаете их выгнать нежели чем сделать так чтобы было хорошо уже никогда нельзя говорить просто я как минимум первая надо ну ладно не буду все ногами упирается я не могу продолжить потому что я понимаю что девушки понравится давайте снимали на каждом шагу вопросы задаются я что-то делаю вам нравится мы продолжаем продолжаем я в конце отвечу вам не нравится мне тебе что-то надо менять возможно что-то не нравится потому что если я финишную сделаю поменять невозможно это камень на все не смывается потом я уже не смогу доделать вам то что вы хотите если это вам не нравится мне по времени стрелки я брюя стрелку не рискую почему мне не предупредили там это ошибка конечно администратора так вот и за жизнь косметолог не захотел продолжать макияж потому что она каждой секунде спрашивала нравится ли мне я говорю еще ничего не сделали вот у нас доделаем на том что-то нанесет на глаза вам нравится я понятия немедленно ничего не изменилось и я должна была все время что-то поощрять как-то не поняли говорю давайте мы что-то сделаем чтобы было видно я вам скажу мне ничего не понятно еще оказалось что она не умеет стрелки рисовать при этом 8 макияж 3100 она действительно стрелки не рисует да а как у вас ну вот продается услуга макияж по средней цене и при этом но сама косметолог максимально открещивается то что это я не умею это я не могу я считаю макияжи толком не дело а вот такой фактически я потратила время на такси приехал мне мероприятие записалась я сижу молчу всю дорогу из-за того что она просто но видно что не уверена в своей работе и проще меня выгнать потому что и кажется раз я там бурные восторги не высказываю каждую секунду то в итоге я останусь недовольна и ну и она как бы я прошу вот на середине все прекратить но в итоге я кучу времени так я сказала сделайте как вы привыкли хорошо стрелки не умеете давайте как вы всегда делаете она горит нет я вам не смогу угодить хотя я сижу ночью давайте мне кажется будет тоже вариант когда у нас уже было визажист меня выгнала хозяйкой владелец кстати клиента в салоне нет вообще я единственная была но судя по всему какой-то борьбы за каждого нет она не говорит да потрясающе ну ладно так у вас бывало вообще все клиенту делать если у вас записались на услугу на мероприятие и мастер фактически без объяснения причем ну блестки которые у него были она сказать сделать свой обычный макияж и сверху блески добавить ну ладно все так ребят я тут так как у меня освободилось время решила ни в чем себе не отказывать и наконец-то нормально поесть раз уж макияжик не случился но я пока ехала в такси небольшой себе обычно сделала с которыми я каждый день хожу и и хотелось бы подвести итоги я не знаю сегодня у нас обошлось без рукоприкладства попытки там отобрать телефон насильственным способом прикрызить съемку но почему-то у меня очень мало слов в поддержку визажиста я объясню почему на протяжении всего макияжа мне даже местами было ощущение что происходит нечто похожее на мой ролик про мастера абьюзера который мне адский драм волосы помните и каждую секунду пытался в чем-то сделать меня виноваты то есть он постоянно задавал дебильные вопросы на которые невозможно ответить все время на дачи там было калиброваться и все это с какой-то подковырка обвинением на ровном месте хотя я блин как бы клиент я пришла нужно расслабиться ни о чем не думать сегодня у нас была история когда визажист такое ощущение что то ли она не ответственность пыталась переложить на каждом шагу то ли я не знаю заручиться поддержка но это все было принудительно и в итоге ничего не происходит из увидели где-то час прошел как мы эту основу наносили то крем-то базу потом коррекцию легко сделали ночью после каждого этапа я особо не вижу результата потому что еще ничего такого выдающегося нет да ну то есть просто выровняли цвет и чё и она значит подробно останавливалась и начинала выяснять отношения все ли мне нравится все ли мне устраивать продолжать и дальше и все это происходило с такой прям было как будто блин мы запускаем ракету в космос вот серьезно и сейчас малейшая ошибка и случится непоправимо и меня это в какой-то момент уже начало задалбливать я поняла что я уже устала от того что она напряжена и все время на меня выцепляет дергает и пытается какую-то адскую важность придать ничего не значащим вещам я уже начала одну типа дала все больше молчать и так вот отстраняться чтобы она только продолжила наконец-то работать и когда значит у нас выяснилось что стрелки нарисовать не умеет и тоже это было чуть ли не с таким наездом типа всем нравится вам нет хотя напомню макияж 103 тысячи в общем что она в итоге отказалась работать сказал что мне ничего не нравится и она это видит по лицу то есть я так понимаю потому что не было с мастера наборных восторгов на базу блин прозрачную под макияж на лице и там еще какие-то моменты от которой она требовала аплодисменты в общем она решила все прекратить мне конечно это очень понравилось одной стороны да это все равно лучше чем насилие но с другой стороны всю дорогу и все равно чувствовала что у меня почему-то принуждают какой-то какие-то разборки знаете вот и у нее это постоянно менялась какой-то в треугольнике спасатель агрессор жертва как так как он называется читай там треугольник из психологии что вы из одного состояния переходите в другую а если вязывайтесь в эту игру и в общем в такое ощущение было что она в какой-то момент прям очень на как будто бы лебезит пытается угодить там уси пусинки устраивать тут же через секунду она уже как бы с позиции сверху меня чуть-чуть гнобит и что вот мне пенера и вот мы вообще сделаем и что у вас должно покраснеть и так далее но в общем какой-то постоянно был прессинг вот и все это как будто через какую-то немощную проекцию хреновый поймешь я вообще первый раз повезу как так можно умудриться я еще засняла далеко не все потому что особенно в начале она но очень резко реагировала на камеру и требовала ее убрать и даже мне там мама прислала аудио сообщение его просто запускала послушать представьте и она с такими вздохами причем я повернулась к иметь по телефон стороне я просто микрофон динамик себе направила и она вот охала-ахала что ей типа неудобно что у меня вот тут телефон где-то сбоку поймать и аудио сообщения слушаю потом она проговорила что я должна убрать телефон но я поначалу решила пойти на встречу чтобы она чуть подуспокоилась и не нервничала как видите это не помогло то есть я засняла еще не все и было бы таких ситуации прям больше где она просто ну блин ничего ничего не происходит мы еще не начали толком макияж какую-то базу наносим как мне прошлый раз писали по моему что она стоит 100 рублей на вангерес напишите а мы все это с какими-то восторгами и она как бы это все нахваливала и ожидала от меня постоянно бурных оваций что я это в это должна включиться и тоже подтверждать но вот одно то что мы просто блин нанесли куда основу и она там превосходно бьется цвет посмотрите вот этот пробник на руки поставила мне кляшу смотрите и пауза такая блин и что я должна рассыпаться в каких-то комплиментах типа боже это лучший цвет моей жизни ну вот что можно сказать я не представляю мало того что как бы на руке обычно цвет для лица не проверяю потому что ну может цвет быть абсолютно разные да у лица и у рук вот очевидно но это все просто после каждого незначительного действия была такая длинная пауза с ожиданием какой-то обратной реакции от меня я не пойму что мне как это комментировать когда по моему мнению еще ничего не произошло давайте приступим уже какой-то основной фазе событий которые можно реально оценить я вам тогда скажу нравится мне или нет и главное что в итоге она тоже мне выгнула совершенно наплевав что я по записи до что я там всю дорогу молчу и она сказала вас не с тем лицом сидите угодить я вам не смогу но очевидно что она испугает что такая то может быть проверка так как она стрелки рисовать не умеет и скорее всего все остальное тоже она предпочла максимально но спихнуть вину на меня и как бы закончить процедуру потом когда мы пошли на выход там сидела владелица и она тоже знаете пыталась всю дорогу сделать меня виноватой в своих объяснениях что типа вот я там что-то и какие-то вопросы задаю хотя практически у меня не было вопросов что я там сижу недовольная нам не угодить не сможет короче что виновата я ну в общем вот такой вот у нас сегодня интересный опыт и самое некрасивое что если бы я реально была но обычным клиентом у которого мероприятие я бы хрен куда перезаписать то есть она бы мне очень сильно подвела просто потому что она перепугалась и мне кажется это не мотив тем более сказать сделайте как вы привыкли не надо ничего нового не умеете стрелки хрен с ним и сделайте как обычно тут еще конечно у меня вопросы к принципе организации всего мероприятия с точки зрения того что зачем включать пресс услугу которую не тянет ваш косметолог и которая всячески открещивается от ответственности что она вообще это не делает а если делать то редко или все довольны она как бы хоть как-нибудь нудовенько 3 без стрелочек чтобы с нее никакого не было спроса при этом стоит это как в среднем по москве за нормальный макияж от визажиста который действительно визажит они просто мимо проходят ну в общем так себе место мне понравилось на принципе хозяинка сказала мы ты там сделаем выводы она даже сказала я ее штрафу я думаю что-то не похоже это на правду что она бы скорее всего настояла на процессе тогда и сказала пожалуйста закончу макияж и они вот так вот клиента выгоняется ну создала страху и конечно и конечно если ваш визажист не дотягивает надо отправить его на обучение они вот так вот типа клиентов подводить но вписаться в историю которую вы не тянете ли тянете только на словах когда клиент абсолютно не притязательный брать за это 3000 и как бы ни за что не отвечать ну в общем вот такие ребят дела как всегда полная версия этого прекрасного обзора лежит на бусте если вы становитесь там подписчиком вы поддерживаете мой канал позволяйте мне также продолжать ходить по салонам оплачивать услуги и в общем огромное вам дополнительное спасибо ссылки все в описании все напишите как вы думаете одна ли я заметила что вы зажист перегибала палку как бы ничего вроде бы агрессивного не происходило но постоянно пытался мне переложить ответственность все целую вас жду в комментариях всем пока